Ермаковой. Не знаю, честное слово. Не знаю, может потому что на кастинг-директор может быть, не знаю, много причин. Просто я никогда не обсуждал вообще все эти вот истории, потому что, ну, меня затрагивали много раз. Просто так. Ну, упоминали, не то что затрагивали, упоминали много раз. И разные статьи, и разные вот эти вот истории приколдесные, в общем-то. И по поводу бывшей мне тоже много чего рассказывали, но, как бы, я не реагировал. А сейчас, извините, пожалуйста, когда, ну, мне скидывают просто несколько людей отрезок из ТЭТа, где человек говорит, что я подаю заявки там 38 раз, даже число выдуманное 38 раз. Ты посчитала, что ли, сидела? Это раз. Во-вторых, типа, типа, она сказала, что я подавал заявку каждой девочке, которая была только на проекте. Это несмотря на то, что я общался только с Катей, ну, не считая своих старых друзей из Дом-2, я имею в виду. То есть, в плане отношений я общался только с Катей все это время. И не знаю. Ну, к чему эти все... К чему это? Не знаю. Ермакова уже не сказала про то, что ты закидывал, а вообще про проданных заявок от участников. Нет. Она сказала, что именно от меня было подано 38 заявок. Именно от меня. Это было, ну, в контексте меня. Это раз. Во-вторых, это было неэфирно сказано, то, что она рассказывала, там, не буду говорить кому, что я иду каждой девочке на проекте. То есть, я каждый, там, пытался, мечтал попасть. Ну, настолько ку-ку-ку-реку, настолько вот уже зашли, как бы, я не знаю. Некоторые люди, может быть, правдой говорят, что просто, ну, скучно ей, что ли. Она не хочет, чтобы кто-то строил отношения. Или завидно, или... Не знаю, честно. Объяснения нет. Ну, реально, объяснения нету. Такого, по такому поведению. В принципе, таким высказыванием. Не могу ничего сказать. Она имела в виду, что поданных заявок было на понедельник от участников. Нет. Она сказала, что придет колхозник, придет колхозник, 38 заявок поданных от него. Это она говорила про меня. Я бы никогда в жизни не начал говорить, что это человеку еще, ну, и на аудиторию, не убедившись в том. Вы просто... Вы живете только вот смотря экран. А я живу еще... Ну, я с многими общаюсь с проекта. И мне много чего рассказывает кто. Поэтому это нормально, походу, для кого-то. Ермакова ответила тебе на твои сторисы. Она посмотрела. Но что отвечать, скажите? Ну, что бы вы ответили на такие сторисы, где я, как мне кажется, рассказал... Ну, все по фактам разложил. То есть такого не было. На самом деле такого не было. И меня задело, признаться честно. Мало обращаю внимания на все эти истории. И меня вообще в плане хейта... Меня не хейтят вообще. Но после проекта, на проекте, до проекта, после проекта... Меня, как бы, ну, более-менее аудитория любит. И ждет меня на проекте. То есть она прекрасно понимает, что... Она там за 6 лет на проекте. И ее там, ну, только ненавидят, скорее всего. То есть... Скажем так, что если, например, будет выбор стоять у зрителей, кто останется на проекте, Ермакова или я, то есть я, мне кажется, со своими там творческими задатками немного, которые существуют, я переплюну на раз-два. Поэтому я еще высказался о том, что творчество... Где твое творчество? Его нет. Твое творчество. Если голый бегать по поляне, это нормально, то... Как бы, ну, зашибись. Типа, вот, классное творчество. Класс. Ну, еще, типа, пользуйся своим служебным положением. Тоже такая себе история. Вот так вот. Фух. Как дела у Жукова и Григорьева общаетесь? Да, все хорошо, ребят. Сейчас Юлька отдыхает, Игорь на месте в Санкт-Петербурге, по-моему. У них все хорошо, все классно, общаемся. Все отлично. Все же видно, что она двуличная. Я не знаю, ну, типа, двуличная. Это когда человек с тобой общается, а за спиной говорит грязь. Мы с ней никогда не общались, никогда не пересекались. Даже находясь на проекте, я практически с ней не пересекался. Я с ней ни разу не общался, чтобы понимали. То есть, находясь на проекте два месяца, типа, у меня вообще, я на кастинг позвал другой человек. Я проходил кастинг у другого человека. И я с ней вообще, ну, не знаю. Это вот, вот, это вот месть какая-то женская, типа, вот ты выгоняешь Мартынчика, а колхозник, если придет, вот тебе, дульку с маком. То есть, я отношения не строю, и вы не будете строить отношения. Поэтому до свидания. Вот и все. Это баш на баш, как сказал этот самый Саймон. Баш на баш. Привет, Тузуфы. Привет. Какая погода у вас? Пойдет. Игорян, привет. Про тебя спрашивали только, шо, как у вас дела с Юлей Жуковой? Я сказал, шо, ты катаешься в метро, а она катается на море. Хуинь. Хуинь. Хуинечка. Шо? Осуждаю маты в эфире. От Ермаковой вообще трэш за эту неделю сходит. Назвала людей отбросами, общество крысами и так далее. Ну, все. Теперь я связан с Ермаковой. Раньше у меня были вопросы про Криса и Женю, теперь у меня будет про Ермакова. Не вопрос. Ермакова до сих пор Мартинчика любит. А пусть любит кого угодно. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Никто ж не против. Но... Ты не рассказывай сказки на аудиторию, которых не существует. Это непорядочно, в первую очередь. Тем более на старости лет. Правильно? На старости лет врать плохо, потому что карма, все такое. Что за кипиш, когда тебя на юз смотреть? Я на пацанки пойду, Игоря, на пацанки или замуж за шейха. Туда-сюда, там мы посмотрим. Хуинь. Там мы что-то разберемся, думаю. Мне кажется, на доме мало хуиньчик. Я осуждаю маты в прямом эфире. Вот приеду. Ой, приедете. Я ему устрою, если что, зрители дорогие. За вот эти маты будет серьезный разговор. Мне кажется, на доме было мало искренних людей. То ты был и, наверное, Ромашов. Да не много было искренних людей. Ну, когда я был, у нас был коллектив максимально классный. То есть, вот мы, которые все ушли, мы все общаемся. Все общаемся. Тот же Игорек, та же Юлька Жука, ну, Безу с Лехом. Мы со всеми общаемся, контактируем, и как бы все классно. Ну, и мы не предавали друг друга. Мы не называли друг друга крысами и не предавали никого. Да, были голосования, да, голосовали против меня мои же друзья, но мы понимали, что выхода нет. Кому идешь? Не знаю. Но если иду на проект, то Катя. Так вы культурно собрались, получается? Мы тут сидим, культурно этот смайлик просто увидел, меня почему-то он смешит. У него хронический. Понял? Не смотрел с тобой в эфире, только из-за Горина подписалась. Спасибо большое, дай бог здоровья. Все, кто от Кати, слава молекулам. Спасибо. Конечно. Крысу в чат. Ты правда из Нижнегорска? Да, я правда из Нижнегорска. Да. Нет, на самом деле я всех обманываю. Нижнегорск мне заплатил денег и я их рекламирую. Это интеграция. Большая, огромная интеграция, которая длится уже полгода. Вот. Почему не возвращаюсь на проект? Потому что есть определенные обстоятельства, которые сейчас у меня не позволят этого сделать. Нет, просто что первое на ум приходит, когда говоришь Мартынчик. Мартынчик, Мартынчик. Но у меня другое слово ассоциируется. Немножко. Ну хуинчик тоже пойдет, но Мартынчик. Не знаю, я не хочу обсуждать и начинать вот это. Вот заново все. Пойдешь на проект, пока не знаю. Он в сентябре на проект. Кто в сентябре? Я? Тебе обязательно нужно на проект. Спасибо большое. Пока стоп-пауза. Мне кажется, ты бы зажег на проекте. Я уже был на проекте, можешь посмотреть со мной сценки и всякие истории. Есть пару классных моментов, можешь посмотреть. Там мы и с Игорьком тоже на сценках давали жару. И с Лешкой Безусом. Та вообще клево было. И яба. Как вспомню, аж слезы наворачиваются. Ты бы зажег на проекте с клубничкой. Ну шо, он тоже крымский парень, как и я. Тебе нравится Агорина? Нравится Агорина? Нравится. Как комарики. Так, ладно, я пошел. Перед сном, как обычно, не забудь на бутылочку. Понял, родной? Присяду на бутылочку и лягу спать. Спасибо, Игорь, за прекрасные пожелания. Это, чтобы вы знали, это Игорь Григорьев. Это его лучшие шутки всего перед сном. Спасибо. Давай, братик. Обнял. Как комарики кушают? Это не комарики, это собаки. Как произошло, смотрите, сразу. Агорина тоже молодец, одна, кто говорит, всем все в лицо. Полностью согласен, полностью поддерживаю ее во всех ее начинаниях. Она большая, молодец. Я ей очень горжусь. Правда. Привет, давай на Дом-2. Привет. Сейчас чемоданчик соберу, поедем. Все наши же из театра, мы актеры. Да, просто роли разные. Привет. Кто такой Игорь Григорьев? Игорь Григорьев, это бывший участник, экс-участитель проекта Дом-2. Он там построил любовь, построил семью. Сейчас за периметр живет с Юлькой Жуковой, с которой они были на проекте, поэтому все хорошо. Собираюсь на проект. Пока не знаю. Пока не знаю. Тебе нравится ромашка Бухенбак? Нравится. Нравится, люблю их безумно. У меня же там только вот и остались мои ромашка Крис и Мадан с Аболтусом, с Мержерстерном. Горло заболело разговаривать. Смотришь Дом-2? Смотрю только отрывки. Отрывки, которые мне отправляют. Или... подписан на реалити, Дом-2, на паблике, я смотрю, ну, именно моменты. Ну, в пабликах только интересные моменты, я их только и смотрю. Скажи уже в сентябре установка. Что-то я вас не понимаю. Что в сентябре? Какая установка? Как тебе пара Гобозовых? Маша поддерживает сейчас Катю. Гобозова Сашу. Правильно? Саша Шевозунский. Саша, да. Сашу Гобозову поддерживаю. Верю искренне, что она ему нравится. Но вот в противоположную сторону если посмотреть, мне кажется, Маша очень сильно заигралась. Ну, наверное, это мое мнение. Гобозов классный, ну, мужик. В плане харизмы, но мне такие люди приятные. А Маша, я не думаю, что это максимально все искренне. Ну, до этого там то ушла, то пришла, то ушла, поняла, типа, надо по-любому задержаться. Не знаю. Честно. Я как эксперт сижу здесь, обсуждаю пары всякие. Так. Что думаешь по поводу Брянской и Адеевы? Не знаком ни с Брянской, не знаком с Ильёхой Адеевым, не знаком, не знаю. Это единственная пара, с которой я не знаком. ты пойдёшь на проект в сентябре, я так хочу. В сентябре я в школу пойду, каникулы закончатся. Нет, Маша знаю лично, она не играет. Я её не знаю лично, но мне кажется, она играет. Что думаешь о беременности, Алены? Честно, не ко мне от вопроса. Про беременность вообще, я такие темы не касаюсь. Ну, беременна, классно, ребёночек, всё прикольно. Надеюсь, всё сложится, шаму сказать. Маша всегда такая, она очень добрая, женственная. Женственность и доброта никак не меняет того, то, что можно ещё и дурить. Дурить и играть. Поэтому эти качества все совокупны. Поэтому вот и школа жизни. С первого сентября. Давай приходи на проект, ждём тебя. Там. Спасибо. Ребёночек от аркомана. Ну, первое. Самое главное, чтобы ребёнок родился здоровым. Это самое главное. А там от кого, с кем и как, это меня не касается. И вам тоже советую эту тему вообще не форсить и не трогать никаким образом. Ну, типа, некрасиво. Интересно наблюдать за тобой было. Спасибо огромное. Может быть, когда-нибудь понаблюдайте меня где-то ещё. Не знаю. Просто живу в не том месте, где где-то можно развиваться медийно и где-то участвовать. У нас даже фильмы не снимают, сериалы не снимают, шоу не снимают. Хотелось бы в сериале попробовать где-то поиграть в комедийном каком-нибудь. ТНТ, напишите мне. Как тебе, Глеб Жемчев? Нравится? Ну, нравится, вы поняли. Ну, как человек класс. Весёлый, харизматичный, не знаю. Ну, я говорю, мне такие вот люди, ну, приятные, по душе, близкие. Глеб Жемчугов, типа, но я с ним не знаком. Ну, как бы, такие люди весёлые. Мне нравится. Молодцы. Опа, зарядку покрутили. Ты очень классный, у тебя всё сложится в жизни. Спасибо огромное, желаю вам того же. Тебе, на данный проект с тобой было очень интересно, очень позитивно, интересно было за тобой наблюдать. Спасибо огромное. Спасибо. Отношения есть у тебя сейчас? Ну, если считать на расстоянии, то есть, наверное, не могу сказать. Как дебил посмеялся, я дико извиняюсь. Это этот, нервы. Ну, я ни с кем не встречаюсь, как бы, я только с Катей переписываюсь, в плане девушек, только Катя, Горина. А то ещё подумайте, что с колонны, или что-то, кто-то ещё. Отношения. а зачем же дальше, что кто-то напишет, ищи кастинги, скидывая заявки? Я не, мне нету цели засветиться где-то ещё, там где-то посвятиться, поучаствовать, мне хочется развиваться в определённой сфере. Типа, я очень хотел сниматься в сериале где-то. Это так, возможно, мечта какая-то, наверное, это мечта, сняться где-то в сериале. Возможно, когда-нибудь такое, ну, получится. Где-то нужен будет мой типаж, где-то меня найдут, потому что всё мониторить невозможно. Попасть на кастинг закрытых проектов, ну, то есть, крутых сериалов, там, на ТНТ, где-то ещё, это всё закрытое. То есть, там всё по знакомству. Чего не будет такого, что я в интернете наткнулся, и там, ищем в комедийный сериал, там, чипаж такой-то, такого нет. Все кастинги крутых сериалов, которые будут на крутых каналах, это всё закрытые кастинги. И туда попадают только через знакомых. Красиво тебе прикольно, спасибо большое. Привет, котёночек. Что я должен сделать, мяухнуть или помру икать? Спасибо большое, привет. Так, почему не пойдёшь на проект Ворина? Потому что есть сейчас определенные обстоятельства, по которым это не получается. Комхозник, привет, привет. По-моему, Мартынчик покинул проект, он в сторис выставил с чемоданом. Поняти, не знаю. Ну, я узнаю, но пока вам в любом случае не могу сказать. Если так оно есть, то и... как бы... в реальных пацанах тебе не хватает. Кстати, ты... ты молодец. Каола сел, сейчас попью воды, подойдите. Ой. Ты молодец, потому что я был, в общем-то, в Москве. Я был там, где снимают сериалы, где записывают визитки, и все такое прочее, но именно в кино, в кино вот этой вот индустрии всей, в кинокомпании, вот. И меня спросили вопрос, где бы ты хотел бы сняться, я сказал, я хочу сняться в реальных пацанах. Поэтому ты просто молодец, просто. Интуиция, во, ого, ку-ку. Не, не Варина, не твой варик. Мой варик, все мое. Неправда, Касси можно пройти, не обязательно тебе знакомых. В попасть в сериал или фильм, достаточно, который будет на таких каналах, как ТНТ, СТС, ты не попадешь просто так. Никогда в жизни, кто бы тебе что не говорил, поверь, я был там, где, ну, снимают фильмы, я ездил, записывал профессиональную визитку именно для сериалов и фильмов, ты не попадешь просто так туда. Тебя может повезти, просто повезти, тебя просто увидят там на улице или увидят где-то по телевизору и, да, скажут, вот он типаж, давайте ему напишем. Так может быть. Ну, а в плане, если ты будешь искать, в открытом доступе таких кассингов нет. Есть кассинги на вторичную роль, как это называется, вторичная роль, там роль дубляжа какого-то, да, ты можешь найти, но там, типа, суммы, там 5, 10, 15, 20 тысяч рублей за, там, 7 смен, это не те деньги, ну, на самом деле, чтобы лететь в другу город, как бы, ну, это коронометражки максимум, которые снимаются, там, для ютуба, для ютуба меня звали, да, сниматься в сериале, сериал снимался в Крыму, в Севастополе, меня звали, но не хочется идти туда, где плохо все сделано, я просто посмотрел пару серий, снятых этими ребятами, там просто, ну, там даже кадры не плавают между друг другом, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть, даже сделано некачественно, но я вот смотрю, мне не хочется, так, да, меня звали, но не в кайф, тратить свое время, просто, даже для опыта неинтересно, всегда было интересно, как тебя занесло на том 2, я пришел после армии, мне друг скидывает ссылку, говорит, подай заявку, и по приколу, я подал заявку по приколу, написал, что я иду к Ксюше Бородиной, в итоге мне позвонили, сказали, ну, типа, Ксюше Бородиной, ку-ка-реку, я говорю, ку-ка-реку, говорит, типа, присылаю визитку, я отправил визитку, и через два дня я был в Москве, все очень быстро произошло, вот так вот, в отпуск надо было тебе, тоже кайф, даже мой муж сказал, что там 2 без тебя, неинтересно, не смотрит со мной больше, спасибо огромное, передайте мужу, тоже спасибо огромное, а как попасть на фильм? Или учиться в театральной школе, на актера, это раз, ну, это, понятно, это очень тяжело, но если у тебя есть харизма, и ты знаешь, что у тебя есть харизма, максимально ее много, то, начинать с каких-то маленьких проектов, с каких-то YouTube проектов, с каких-то TikTok проектов, Instagram проектов, если тебе это интересно, это нужно для портфолио, то есть, чтобы у тебя была не просто визитка, а портфолио, после чего ты ищешь уже более, какие-то такие роли, там, где более-менее платят, и более-менее, хоть какие-то каналы, хоть какие-то, после чего уже ищешь знакомство, кто работает в этой индустрии, и через знакомых уже пытаешься что-то куда-то попасть, сижу вот дом 2, посмотрю, кто-то по национальности, я хохол, ой, он неинтересный, тем более на ее, вот, честно сказать, смотрела дом 2, когда был ты, мне действительно нравилось, ты очень интересная личность, но как ты ушел, перестала смотреть, и это правда, спасибо огромное, на самом деле, спасибо вам большое, возможно, когда-нибудь, что-то получится, и будете смотреть, где-то меня еще, как-то так, спасибо большое, вообще, с Крисом Жене, Максом, да-да, общаемся, принял бы приглашение, для начала, и это пойдет, а так бы другие варианты появились, нет, в Крыму, с индустрией кино и фильма, это можно забыть, у нас ничего не развито, у нас, я не знаю, как одним словом описать, яма, скорее всего, дорогая яма, в Крыму, ты супер, спасибо большое, привет, привет, Артур, я на проект, пока не могу, иди на проект, ты клевый, спасибо огромное, пока, ребят, пока, 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 есть причины, по которым я не могу, туда попасть, не попасть, а там оказаться, не знаю, как сказать, ну, в общем-то, пока нет, пока нет, фух, что, я устал, так и не поняла, что если мы с Ермачихой, произошло, не знаю, стоит ли объяснять, не стоит, наверное, не стоит, посмотри сторисы, почему у тебя зуб на Ермакова, у меня нет никакого зуба на Ермакову, придется объяснять, да, в итоге, у меня нет никакого зуба на Ермакова, она оболгала меня в эфирах, она сказала то, чего не было, и сказала неправду про меня, и говорила людям про меня неправду, А я люблю правду И я не люблю несправедливость И поэтому я решил, чтобы правильно сделать так Чтобы человеку все это вернулось И я вот сделал Я записал историю То есть человек меня оболгал, почему я должен молчать И так долго молчал Засиживался, но мне так сильно Что-то не задевало А вот сейчас задело Поэтому Я себя не осуждаю ни капли Абсолютно Я думаю, что я полностью молодец И честно, я бы хотел когда-нибудь, чтобы если получилось Поговорить с ней Под камерами, чтобы люди посмотрели То есть задать ей пару вопросов Чтобы она ответила Почему она Вот такая вот Грушка Ну вот и сказал, а теперь Все поняли, молодец Спасибо большое, я рад, что вы все поняли Спасибо большое Поэтому вот так вот Что вам еще интересного рассказать Про кино рассказал Про себя рассказал Про ирокову рассказал Про дом 2 рассказал Все, темы закончились Не пью 4 месяца Если кому интересно Так Ну лицо помолодело Наверное Вот не пью 4 месяца Здорового образа жизни Как говорится Так что Вот так вот Мартынчик выкинул Вот они знают Куда себя деть Старушенцы С какой-то стороны Возможно Вы правы У меня есть другие мысли На этот счет Но я выражать их Больше не буду Я не хочу в это Все влазить По голову Скажем так Потому что Эфир сохранится Потом начнут Где-то что-то писать Оно мне не надо Уже Я сказал то, что я думаю И продолжать Не имеет никакого смысла Наверное Поэтому Не хочется Так вот Расскажи Что делаешь Днями Днями я работаю Что Что можно делать 23 года Только работать Работать И зарабатывать Себе на Лучшее будущее А почему Она тебя не излюбила Я только подключилась Я не думаю Что она меня не излюбила Просто Это играет Какой-то гормон Как вам сказать Зависти Что ли Потому что Все знают прекрасно Что Катя хочет Чтоб я пришел на проект И Надя об этом Тоже прекрасно знает И Называя Катю крысой Она знает Что надавить можно Только через меня То есть Оболгать меня Чтобы Катя Перестала общаться Вот так вот Но Я Катя Все объяснил Это было еще Вы просто смотрите С опозданием В неделю Все эти истории А я уже знал На тот момент Я думаю Ладно Я посмотрю эфир А потом буду высказываться Чтобы уже точно Как бы Ну все понять для себя Я Катя Все объяснил Катя умница Катя все поняла Что То что сказала Вермакова Оно правду Правда не является Вот так вот Голос садится Я давно так много Не разговаривал На самом деле Есть девушка Ей Есть симпатия Девушки нет Есть симпатия Вы о ней Прекрасно знаете А как она На Ирку наезжала Ты видел Нет Я не смотрел Эти эфиры На самом деле Я не смотрел Эти эфиры Но Там про меня Речь не шла И как бы Я ничего сказать Не могу Я бы не говорил Так что Вот такие вот Друзья Как говорит Безус Малыши карандыши Вот такие Вот дела Поэтому всем Спасибо за просмотр Надеюсь Некоторым Было интересно А если вам Было не интересно То я осуждаю В любом случае Надеюсь Вам интересно Было И вам понравилось В дальнейшем Наверное Буду какие то Темы Придумывать И вам что то Интересное Рассказывать Потому что Жизнь у меня Была интересная После написания Время Поэтому что то Буду заходить Что то буду вам Рассказывать Чтобы вам было Не скучно Правильно Не скучно Вы не грустили А Засыпали Под мой волос Нет Стой Что такое Что Что Стой Что Что случилось Встаю Ты не расстраиваешься Я ни капли Не расстраиваюсь Вы что Я ни капли Не расстраиваюсь Хотела спросить Спрашивайте Ни капли Вообще Растворства И из-за чего Расстраиваться Вообще Ну Не Тону Вы что Не Как с кроссовками Обстать дела С кроссовками Тема закрыта Очень большая Конкуренция Я понял Что нужно Вкладывать Очень много сил Энергии Тратить много Времени И на самом деле Это не такой бизнес Который приносит Очень много Средств И денег За которые бы стоило Что За которые бы стоило Тратить столько сил В общем то Ну Честно Забирает очень много сил Энергии И средств На начальном этапе И большая Конкуренция Очень большая Конкуренция Люди хотят Очень все дешево За 100 рублей И классное Но так не работает Всегда нужно За комфорт Платить деньги Но 8% людей Этого не понимают Просто И все Колхозник Только честно Морген Почему цепляет Бухенбалды Понятия не имею Не смотрю эфиры Морщинчик Ушел с проекта Надюха Звереет Бумеранг Что я могу сказать Бум Ме Ран Жаль Но Такая жизнь Это карма О которой Я и говорил Она работает Ты молодец Я сама серьезная Рада Что у нас есть Такие люди Спасибо вам большое Спасибо вам огромное Нижнегорск Это конечно Так Не ушел Все ладно На самом деле Задержались Спасибо всем большое За поддержку Спасибо что пишете Приятные слова Нижнегорск Огромный привет Хоть я сам и здесь Тут нахожусь К сожалению Мне тут не нравится Если что Кому то Если хочется Знать Поэтому Будем на связи Все еще раз Что то придумаю Выйду пораньше В эфир Чтобы вы не спали И что то Либо вам интересно Расскажу Поэтому всем Спокойной ночи Сладких снов Всем удачи Всем пока Пока Зубы белые Смотрите Потому что Чищу Требу